Больше тонны свежих сочных сезонных фруктов, мандаринов, яблок, груш, гранатов, хурмы готовятся к отправке в Видновскую районную клиническую больницу. Это уже второй этап благотворительной акции «Витамина для врачей», которая стартовала в рамках «Недели доброты и щедрости». Собираемся подготовить 240 пакетиков, это вторая смена нашей больницы, так что мы охватили весь персонал нашего районной больницы. Ранее организаторы акции уже вручили врачам 210 фруктовых наборов. Подарки адресованы 457 медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией в Ленинском городском округе. Благотворительной акцией «Витамины для врачей» участвует в Национальной культурной автономии муниципалитета. В этой акции участвовали две национальные культурные автономии, это азербайджанская и татарская. Также были привлечены пакистанцы. Огромное им спасибо, и я думаю, конечно, когда весь мир берется за какое-то дело все вместе, мы всегда справимся с любой задачей. Спасибо всем активным жителям, депутатам, общественникам. Огромное человеческое спасибо выражаю от всех граждан сопредельных государств, от всех национальных меньшинств, от всех национально-культурных автономий. Впрочем, добрые дела в Ленинском городском округе совершаются круглый год. Конкретно могу члены нашей татарской культурной автономии Зимферу Морозову, Рената Волкова отметить, которые 129 человек отметили тоже благотворительными подарками, вот этими его пакетами. И это 129 человек, работающих в системе ЖКХ. Перед Новым годом мы должны, вот такое же угощение будет детям-инвалидам. Вот мы у нас, как говорится, шеф-то над ними. Мы близко сотрудничаем с многодетными семьями. Словом, в Ленинском городском округе живет множество отзывчивых и щедрых людей разных национальностей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.